В минувший понедельник чиновники собрались на аппаратном совещании. Рабочая встреча началась с приятных моментов. Бердское отделение ГИБДД наградили за снижение смертности на дорогах города. Начальнику ведомства Дмитрию Чучину вручили диплом победителя в соревновании по итогам служебной деятельности за 2016 год среди территориальных подразделений ГИБДД по Новосибирской области и благодарственное письмо от администрации. В свою очередь Дмитрий Александрович поблагодарил бердских водителей за соблюдение правил дорожного движения и отметил, что снижение смертности и аварий произошло благодаря совместной работе. Так, по итогам 2015 года в нашем городе на дорогах погибло 7 человек, а в 2016-м – ни одного. Бердский военком рассказал об итогах осенней призывной кампании. Для прохождения медицинской комиссии военкомат вызвали 509 человек. «Получили отсрочку по учебе 282, ограничено годное к военной службе 73, негодное к военной службе по состоянию здоровья 7 человек, времени негодное к военной службе 38. Анализ работы по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, по итогам осенней призывной кампании 2016 года, показал, разыскало граждан для принятия мер по обеспечению их прибытия на мероприятия, связанных с призывом на военную службу, 45 человек, направлено в отдел полиции по городу Бердску персональных письменных обращений для принятия мер по обеспечению прибытия граждан на мероприятие, связанных с призывом на военной службу, на 65 человек». По итогам прошедшей призывной кампании к административной ответственности было привлечено 32 человека. Двумберчанинам грозит более серьезное наказание. Отдел жилищно-коммунального хозяйства продолжает контролировать соблюдение договорных отношений между управляющими организациями и собственниками. Особое внимание уделяют уборке крыш. Зима в этом году особо снежная. «С управляющими компаниями также проведена инвентаризация жилого фонда на предмет наличия балконов, на которых образуются наледи и снежные навесы, которые могут повлечь с собой опасность хода снега и представлять опасность для жизни и здоровья граждан. На сегодняшний день выявлено 68 балконов. Предписание о необходимости очистки передано 46 собственникам». Также всем управляющим организациям выданы распоряжения по очистке кровель от снега. Уборкой городских улиц по-прежнему занимается управление жилищно-коммунального хозяйства. Однако власти города обращаются и к частным организациям с призывом оказать поддержку в этом вопросе. «Если каждый по чуть-чуть примет в этом участие, каждый предприниматель, каждый хозяйственный субъект, мы оперативно быстро все это уберем. Одному городу справиться достаточно сложно. Призываю всех принять участие активно». Заведующая детским садом номер один «Сибирячок» в Бердске заняла второе место среди руководителей дошкольных образовательных организаций Новосибирской области. «На базе Новосибирского колледжа номер один имени Макаренко прошел заключительный второй этап конкурса руководителей дошкольных образовательных организаций «Лучший заведующий детским садом в Новосибирской области». В номинации управления профессиональным взаимодействием в коллективе дошкольной образовательной организации приняла участие заведующая детским садом номер один «Сибирячок» Червякова Анна Сергеевна и заняла почетное второе место. Победа же досталась ее коллеге из города Эскитим. Школы и детские сады Берска закрывают на карантин всему виной разгулявшийся вирус. На этой неделе врачи отметили рост числа заболевших. В управлении образования ежедневно проводят мониторинг посещаемости. Если в классах или группах отсутствует более 20% детей, образовательные учреждения приостанавливают деятельность. На карантин уже закрыты 9 классов в школах и 7 групп в детских садах. В связи с риском распространения инфекции врачи советуют принимать витамины и избегать мероприятий с большим скоплением людей.